Информационная бригада НТ продолжает свою работу в эфире в студии Кристина Жеребор. В ближайшие 15 минут расскажем о важных событиях региона. Для начала коротко о некоторых из них. ЧП в Валдайской колонии. Горевшие матрасы привели к гибели 27-летнего осужденного. Еще несколько человек отправили на больничные койки. Спасение должно прийти в любую погоду. Ко дню добровольца в области состоялись совместные учения Красного Креста и поискового отряда «Феникс». Праздник красоты и материнства. В областной филармонии прошел финал конкурса «Миссис Великий Новгород». В области продолжается плавное снижение коронавирусной статистики. На 6 декабря 220 новых случаев. Уменьшается число заболевших и в Великом Новгороде. Зато пошла в рост заболеваемость гриппом и ОРВИ. Ситуацию обсудили сегодня на Оперштабе. Ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной. Но, как говорят специалисты, благополучно ее пока назвать не получается. Прирост и количество заболевших выше среднероссийских показателей. На стационарном лечении находится 918 человек. На амбулаторном чуть больше 3000. При этом уже вторую неделю растет число заболеваний, связанных с ОРВИ. На прошедшей неделе заболеваемость выросла на 35%. При этом в основном все детское население. То есть это максимально дети 7-14 лет на 32% и 3-6 лет на 19,5%. С сегодняшнего дня в штатном режиме начинает работать терапевтическое отделение в Боровической ЦРБ. Также сегодня приступил к санобработке Центр медицинской реабилитации. И с конца недели они будут готовы принимать пациентов, которые будут проходить восстановление после ковида. Вносить изменения в указ губернатора пока не планируют. Работаем в том же режиме, как минимум на ближайшие недели. Дальше будем смотреть уже ближе к Новому году. Очень надеюсь, что наша с вами совместная работа придет к тому, что мы Новый год встретим без каких-то дополнительных ограничений и настучений. Активно продолжается вакцинация. Сейчас в Новгородской области есть три вакцины от коронавируса, а также прививки от гриппа. Поджог матраса мог стать причиной трагедии в Алдайской исправительной колонии. Напомним, один заключенный погиб. Еще несколько госпитализированы. Следком ведет расследование. Как сообщили в Следственном комитете, пожар начался в одном из помещений исправительной колонии номер 4. При тушении в камере было обнаружено тело мужчины 1994 года рождения. Еще трое заключенных госпитализированы. В настоящее время следователями УРВД, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства пожара, а также гибели осужденного. Как позже сообщили в Следственном комитете, установлено, что один из заключенных поджег матрас, из-за чего и произошел пожар. Сейчас с подозреваемым работают следователи. В пресс-службе регионального УФСИН пояснили, что возгорание произошло в помещении для хранения постельных принадлежностей штрафного изолятора. Сотрудниками была организована эвакуация осужденных. Всего 29 человек. Четверо были доставлены в Валдайскую городскую больницу. Один осужденный 27 лет был обнаружен без признаков жизни. Реанимационные мероприятия результатов не дали. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения. В Новгородскую область направлена группа сотрудников Центрального аппарата в СИН России для проведения проверки и установления причин произошедшего. Свою проверку по факту ЧП начала и прокуратура области. В область пришли сильные морозы. Сегодня в Великом Новгороде и ряде районов утром было за минус 20. На маленьком незамерзшем кусочке пруда в Луговом ютятся и борются за хлеб окрестные утки, которые давно махнули крылом на перелеты в теплые края. А зря. В ближайшие два дня пернатые могут пожалеть о том, что вовремя не отправились туда, где потеплее. В Новгородскую область пришли аномальные морозы. Температура будет ниже на 7-12 градусов нормы для начала декабря, а ночью может опуститься до минус 20 градусов. Всему виной гребень скандинавского антициклона, который поспособствует появлению в облаках множества прояснений и понизит вероятность снегопадов. С другой стороны, бесснежные дни – шанс для коммунальщиков почистить свои хвосты на тех улицах, куда пока не добралась техника. В Крестецкой ЦРБ завершается капитальный ремонт. Его проводят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из федерального и областного бюджетов выделены почти 60 миллионов. Екатерина Приписнова подробнее. Основной объем капитального ремонта в поликлинике в Крестцах подходит к завершению. Здесь осталось выполнить небольшие отделочные работы, покрасить стены, завести мебель и необходимое медицинское оборудование. После такой масштабной переделки изменилась площадь кабинетов. Теперь она соответствует нормативам. Пока жители обслуживаются в старом здании напротив. Но уже совсем скоро услуги стоматолога, лора или детского врача можно будет получить в одном корпусе. Планируется объединить разрозненную модульную отдельно стоящими зданиями конструкцию структуры подразделений. То есть объединить в одну, чтобы это было более удобно и понятно людям, особенно, которые редко посещают медицинское учреждение, им будет заранее ясно, куда прийти, обратиться, где их сориентируют. И они за короткий срок пройдут необходимых специалистов. Помимо расширения пространства, улучшения интерьеров, поликлинику постепенно завозят новое оборудование. Сегодня внимание специалистов приковано к рентгеновскому аппарату. Его тестируют и тут же проводят обучение для его эксплуатации. Ценность этого оборудования не только в новизне. С его помощью консультации диагностирование пациентов теперь может осуществляться на расстоянии. На сегодняшний день предполагает дистанционное консультирование пациентов. Врач-пациент, врач-врач, то есть врач может связаться с другим врачом, если ему нужно получить второе мнение. Сам пациент может обратиться к другому специалисту, и тот увидит уже эти его исследования. За завершением ремонта строго следит производитель работ. Говорит, что за такой проект берется уже не в первый раз. Социально значимый объект – дело серьезное. Здесь главное не скорость, а качество. Мы стараемся под указанные сроки, работаем без выходных. То есть порядка 50 человек сотрудников работает. Помимо того, что привлекаем еще на субподряды людей. Поэтому материалы все закуплены, все на объекте. Стараемся, как бы, ну, все для людей. Параллельно завершающим работам сейчас ведется подбор персонала. Привлекать специалистов планируется и из Великого Новгорода. Из Крестецкого района Екатерина Приписнова, Олег Федоров, Новости. Новгородское областное телевидение. Юный житель Старорусского района осваивает в эти дни новый ноутбук. Данил Багров из поселка Новосельский по медицинским показаниям не имеет возможности посещать школу. Обучается на дому. Его мама обратилась в октябре на горячую линию Андрея Никитина. И нужная техника стала хорошим подспорьем для дистанционки. Арина Аксенова продолжит. Обратилась к такой просьбе к губернатору, чтобы помочь приобрести для него личный ноутбук. Благодаря Андрею Сергеевичу. Его мечта сбылась Данина. А вы ожидали, что он на вашу просьбу откликнулся? Ну, если честно, не очень. И все же новый мощный ноутбук уже освоился на рабочем столе сына, где все еще стоит и старый стационарный компьютер, который в последнее время с трудом успевал за темпами работы своего владельца. Со второго класса Даниил участник конференции уроков цифры, олимпиад и конкурсов по математике, биологии, литературе и русскому языку. Кроме школьной программы, дистанционно занимается английским, математикой и информатикой. А сейчас осваивает языки программирования. Мы очень гордимся этим мальчиком. В 2020 году он уже участвовал в Обилимпиксе в компетенции мастера ЦИ. И в этом году, в сентябре, 30 сентября он участвовал в Обилимпиксе в той же компетенции мастера ЦИ и занял уже первое призовое место. Затем он участвовал в отборочном всероссийском туре Обилимпикс. Но в первой десятке он все-таки оказался лидером по всей России. Я думаю, что за ним большое будущее. Он целеустремленный мальчик. И все это несмотря на тяжелое врожденное заболевание. По медицинским показаниям Даня не может посещать школу в полном объеме. И все же старается присутствовать в классе, когда чувствует себя хорошо. А когда нет, учится по скайпу. Поговорить с Андреем Никитиным удалось тоже с помощью видеозвонка. На вопрос, о чем хочешь спросить губернатора, отвечает без раздумий. Узнать, какие профессии сейчас более актуальны. Вообще актуальна ли профессия программиста именно в Новгородской области. А сам ты как думаешь? Думаю, да. Поэтому продолжать учебу после 11 класса Даня планирует именно по этой специальности. И глава региона в этом убеждении школьника поддержал. Назвав программистов самыми востребованными специалистами ближайшего будущего. А заодно пожелал удачи на предстоящем всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов. Вы знаете, наверное, что у нас те дети, которые занимают призовые места на федеральном чемпионате WorldSkills, получают гранты от Новгородской области. Как бы денежные призы получают достаточно большие. Но именно те, кто побеждает на федеральном чемпионате. Мы со следующего года такую же практику ведем и по чемпионату Обилимпикс. И как раз вы победите уже на федеральном уровне и получите этот грант. Давайте так договоримся, хорошо? Так что теперь у Даниила появится еще один серьезный стимул продемонстрировать свои таланты на всю страну. А нам остается держать кулачки за нашего земляка. Арина Аксенова, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Ко дню добровольца в области впервые прошли совместные учения регионального отделения российского Красного Креста и поисково-спасательного отряда «Феникс». Волонтеры изучали теорию, а затем на практике отработали учебный поиск и эвакуацию людей. По легенде, в лесу заблудились два человека. Поиски людей затруднены отсутствием сигналов мобильной связи. Прибывшие к месту общего сбора волонтеры со знанием дела экипируются к, возможно, длительному маршруту по заснеженному лесу. Холод меньше, что меня беспокоит в данной ситуации. У меня задача одна – найти человека. Желательно найти живого. Сергей Шакур помогает в поиске людей с 2017 года. Вместе с единомышленниками считает, передача опыта – одно из важных направлений деятельности отряда. Ведь в основе всех инструкций лежит личный опыт и многолетняя практика волонтеров поисково-спасательного движения. Стали удобно. На две ноги. И старшая группа кричит на три стороны. «Коля! Коля! Коля!» После этого все освободили ушки и слушаем 40 секунд. Дольше слушаем. Необходимо дать потерявшему себя осознать, что его кричат. Когда послушали, ничего не услышали, идем в следующие 100 метров. От соблюдения даже такого простого правила может зависеть человеческая жизнь. Поэтому прежде чем отправиться на поиски, новички отряда должны пройти теоретический курс по оказанию первой помощи и общих принципах ведения поиска. Разработаны единые алгоритмы для поиска. Вот такая координатная сеть и радиоэфир позволяет нам не путаться, когда мы кричим в лесу, друг друга не путать, например. Мы это делаем в радиоэфире, чтобы согласовать свои действия по очереди. Каждый знает свой маршрут, каждый знает свою задачу. И только на нее он тратит свои силы и внимание. Волонтер Красного Креста Дарья Никифорова давно мечтала присоединиться к миссии «Феникса». Совместные учения со спасателями только добавили решимости. К тому же, по мнению девушки, ее профессиональные навыки станут хорошим подспорьем в благополучном исходе поисковой операции. Как волонтеры Красного Креста мы все это проходим, мы все это знаем, мы это используем по возможности и в жизни, и на дежурствах. Поэтому здесь я надеюсь, что нам это тоже очень поможет. Самое время учиться, пока нет сезона поиска. И есть возможность проучить и добровольцев «Феникса», и добровольцев российского Красного Креста. И организовать взаимодействие. И уже когда начнется сезон, пойдут активные поиски людей. Чтобы команды могли работать слаженно и владели всеми необходимыми навыками. На совместных учениях сформированные группы приступили к обследованию района учебной операции сразу в нескольких направлениях. Стояла задача прочесать свой квадрат лесного массива, постепенно сужая зону поиска. И хотя люди были условные, мороз-то на улице стоял самый настоящий. Но испытания погодными условиями участники тренировочных сборов выдержали достойно. Спустя почти шесть часов удалось выйти на пропавших и успешно эвакуировать их в безопасное место. Ирина Ускова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское. Областное телевидение. Миссис Великий Новгород 2022. В субботу 19 прекрасных мам соревновались за популярный титул в ходе новогоднего шоу «Красоты». Виктор Михайлов подробнее. До начала конкурса еще целый час, но людей в зале уже много. Участницы фотографируются и принимают слова поддержки. Как говорят сами, волновались больше не они, а их мужья, дети и родственники. Муж говорил, зачем, куда, хватит, тебе постоянно куда-то надо. Но мужу пришлось смириться, потому что он знает, что мне везде надо. Но сейчас муж поддерживает меня. Он смирился, он ждет финала и будем отдыхать вместе. Самая большая концентрация волнения не перед входом в зал, а там, куда обычному зрителю не попасть. И пока зрители занимают свои места в зале, здесь за сценой происходит настоящая жизнь. Участницы и их группа поддержки готовятся, чтобы покорить тех, кто сидит сейчас в концертном зале своими номерами. Килограммы туши и теней, влаг для волос льется рекой. Сценические костюмы, как обычно, подшиваются в последние минуты. Тут же находятся мужья и дети, которые волнуются не меньше участниц. Как рассказал супруг одной из конкурсанток, эти два месяца дались с трудом. Приходилось совмещать работу, семейные дела, уход за маленькими детьми, пока супруга готовилась к конкурсу. В плане физики тяжело, потому что малыш уже весит не три килограмма. И потом постоянно на руках, где-то гуляем, где-то проводим время, пока мамы нет. Дома тоже, в быту, а так все отлично. Но все проблемы с подготовкой костюмов сразу отходят на второй план, как только начинается первое дефиле. Белые платья, видеозаставки и бурные аплодисменты. Участницы танцевали, пели, презентовали цирковые номера. И даже трюковой самокат, который обычно является атрибутом подростков, у конкурсанток не становится третьей ногой. Без ленты титулов в этот вечер не осталась ни одна мама. Каждая из них стала победительницей в своей номинации, но главную награду получила только одна. Миссис Великий Новгород-2022 становится Екатерина Мормышева. Мормышева, Екатерина! Аплодисменты! Все ленты, короны и подарки сейчас просто лежат на полках, а участницы приступили к своим основным обязанностям – быть любящими женами и мамами. Тем более их семьи по ним очень соскучились. Виктор Михайлов, Галуст Гивандиан, Новости, Новгородское областное телевидение. В Новгородской области на следующий год запланировано капитально отремонтировать порядка 1200 домов. Для их преображения будут использовать новые качественные и долговечные материалы. Большей части домов в Великом Новгороде уже далеко за 30, а то и 40 лет. Многие из них требуют капитального ремонта. Причем у многих зданий в заявке на преображение сразу несколько позиций, в том числе такие существенные, как крыша и фасад. При их ремонте требуется использовать только качественные, долговечные и устойчивые к погодным причудам материалы. Это у нас старый жилищный фонд, который имеет высокую степень изнушенности как инженерных коммуникаций, так и строительных конструкций. Первое, что бросается в глаза – это очень много замененных крыш и фасадов. Какие критерии вообще при подборе любого материала должны учитываться? Естественно, это долговечность, это простота монтажа и это простота в обслуживании. Поэтому фонд капитального строительства нашел лучшего поставщика таких материалов – шифера, сайдинга и облицовочных панелей. Это Хризатиловая ассоциация. Их продукция представлена на строительной базе «Гидроизол» в Великом Новгороде. На смену обычному шиферу пришел Хризатиловый. Срок его службы – 50 лет. Кроме того, он прост в монтаже и не требует регулярной очистки от снега и сосулек, так как на такой кровле они не образуются. Вот такой шифер. Он вам прослужит более 50 лет. Его стоимость значительно ниже, чем любые другие аналоги кровельного материала. К этому шиферу мы вам предложим доборные элементы в виде ковенька. Если у вас есть еще необходимость утеплить дом или сделать его, облагородить его фасад, можно это сделать при помощи наших фасадных материалов. Цвет также может быть любой. Толщина данного материала в основном 10 миллиметров. Выбрать окраску можно не только у облицовочных панелей, но и у шифера. Кроме того, в каталоге помимо цветов представлены и другие текстуры, например, тисненые листы. Кстати, они также сделаны из хризатилцемента, поэтому износостойкость обеспечена. А если нужно, чтобы здание выглядело более престижно, в ассортименте есть несколько видов сайдинга. Увидеть вживую эти отделочные материалы вы можете на строительной базе «Гидроизол». Мария Зверева, Андрей Константинов, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение. На сегодня о всем. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции 70-3003. Темы для сюжетов и предложений мы также принимаем в соцсетях, а все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем ютуб-канале Новгород ТВ Ньюс. О погоде через несколько секунд я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Новгород ТВ